Лето в самом разгаре, пора ехать в отпуск, но не для того, чтобы лежать на пляже и покрываться ровно загаром. Нет, нужно делать чумовые фото и видео с отпуска. Кстати, насчет второго я могу помочь. Правда не всем, а только одному из самых активных комментаторов, который в подарок получит вот этот стабилизатор. Это Moza Mini-Mi. Кстати, на него уже готов текстовый обзор, который скоро появится у нас на сайте. Так что милости просим. А теперь к новостям. Для начала новости каратыши. Прогуляемся по патентам. Летящей походкой. Сигма работает над новым типом покрытия, предотвращающим появление бликов. Для покрытия линз Сигма будет использовать мезопористый оксид кремния, похожий на Nano Crystal Coat от Nikon и Air Fire Coating от Canon. Из патента следует, что это будет шестислойное покрытие, которое будет обеспечивать антиотражающий эффект в широком диапазоне длин волв видимого света. Погнали дальше. Стало известно, что Nikon усиленно работает над датчиком для беззеркальных систем. Из недавно опубликованной патентной заявки следует, что они разработали новый сенсор с реализованным глобальным затвором, что исключает эффект rolling shutter при съемке движущихся объектов. Кроме того, Nikon в этом датчике реализует свое решение автофокусировки по технологии, подобной Canon Dual Pixel. Если эти наработки удастся внедрить в серийные камеры, компания Nikon сможет технологически опередить Sony, которая на сегодня является лидером сенсора строения. Следующая новость. Компания Canon подала заявку на конструктив объективов с регулируемой функцией мягкого фокуса. Разработаны схемы четырех разных конструкций объективов для полнокадровых камер. 58 мм f1.4, 35 мм f1.8, 105 мм f2 и 70-200 f4. И еще немножко о Nikon. Согласно информации, появившейся в сети, Nikon разработал новый объектив Nikon 800-135 мм f3.5-5.6, предназначенный для беззеркальных камер с IPSC сенсором. Важный момент, который описывается в патенте, является то, что объектив будет снабжен быстрым и бесшумным приводом автофокуса, что явно определяет его предназначение для видеосъемки. А значит, Nikon серьезно готовится к схватке с Sony в беззеркальном сегменте, что, собственно, подтверждает предыдущую новость. Следующая новость тоже короткая и скорее для толстосумов эстетов. Но я не мог пройти мимо, поскольку, просматривая фотографии, я испытал огромное удовольствие эстетическое. Решил поделиться. В компании Alpha анонсировали новый адаптер HXD Alpha под Bnet X-Mount. Это означает, что с помощью нового адаптера весь парк роскошной оптики Alpha сгодится и для работы с камерами Hasselblad, которые, к слову говоря, не менее роскошные. И больше мне добавить нечего. Давайте просто посмотрим фотографии. Согласитесь, смотрится красиво. И это важно, ведь 99% из нас только фотографиями наслаждаться и смогут. А если быть точным, то 99,9. Остальные счастливчики. В прошлых новостях мы предположили, какие камеры будут представлены от Canon на фотокино. Теперь про Nikon. Главный источник японских фотосплетен ресурс Nakashita Camera сообщил, что компания Nikon зарегистрировала две полнокадровые камеры с кодировками N1710 и N1711. Одна из которых с высокой долей вероятности зеркальная D760. А вот другая, скорее всего, беззеркальная, о которой уже более полугода не смолкают слухи. Известно, что обе камеры получат мощный аккумулятор ENEL-15A, Bluetooth и встроенный модуль Wi-Fi. И, скорее всего, будут представлены в сентябре на фотокино. Уж надеемся. Следующая новость о маленькой штучке с ядерным реактором внутри. Если образно выражаться. SD Association анонсировала SD-UC Express, новый стандарт для карт памяти. UC в названии обозначает ультра-емкость до 128 терабайт. А Express означает скорость данных до 985 мегабайт в секунду. Я подчеркиваю, мегабайт в секунду. Не мегабит. А то многие путаются. Пока известно, что новый стандарт будет поддерживаться только картами типа SD-UC, SD-XC и SD-HC, которые получат маркировку EX-1. В дальнейшем появится и microSD, поддерживающий XD-Express. Пока нет информации о дате выхода карт, кто бы сомневался. А также емкость, о которой будут иметь первые образцы. Тоже неудивительно. Я уже представляю, как спустя лет 5 я вставляю 128 терабайтную карту памяти microSD. Допустим, DJI и Mavic Star. И умный пульт говорит, ты чё сдурел? Куда тебе столько? Я летаю только полчаса, а не два года. Честно говоря, я даже компьютеров не припомню, которых есть 128 терабайт встроенной памяти. Может, стоит сначала с них начать? А теперь немного новостей от Pentax. Сегодня прошлись по всем зеркальным титанам. Компания Pentax наконец-то официально представила объектив, информация о котором в последнее время распространялась в виде слухов. Но объектив Pentax DFA 50mm f1.4 имеет значок звездочки, то есть относится к типовому сегменту Pentax. Соответственно, и его графики резкости очень хороши. Ориентирован данный объектив в первую очередь на полнокадровые камеры Pentax K1 обоих релизов и обеспечивает безупречное качество изображений и самое высокое светопропускание среди оптики Pentax. Помимо этого, он имеет прочный металлический корпус и довольно внушительные размеры для объективов с подобными фокусными расстояниями и светосилой. По традиции компания оснастила его своей продвинутой версией влагозащиты. 9-лепестковая и скругленная диафрагма обеспечивает идеальное боке на открытых диафрагмах вплоть до 2,8, минимизируя количество возможных бликов от точечных источников. Минимальная дистанция фокусировки 40 см. А цена на это чудо составляет 1200 долларов, что, на мой взгляд, субъективны для звездной серии не так уж и много. Ну, это много, конечно, но для такой оптики приемлемо. А теперь немного о изобретении, которое уже третий раз появляется у нас на канале. Изобретение Дмитрия Гасана по возможности съемки левой рукой активно набирает оборот. На данный момент устройство DoubleShot V2 разослано на тестирование фотографам и операторам как России, так и зарубежных стран. Целью является сбор информации и отзывов об удобстве использования данного гаджета. Напомню, что изначальной задачей была съемка левой рукой для левшей. Или же страховочный вариант в случае, если вы просто повредили правую руку перед ответственной съемкой. Однако, исходя из последнего ролика, это уже и удобный инструмент для видеографов, который является своеобразной альтернативой компактному ригу. Само устройство представляет из себя дополнительную рукоятку с площадкой стандарта Manfrotto. На самой рукоятке кнопка спуска затвора. Гнезда 1,4 дюйма и порт для синхронизации со вспышкой. На данный момент основные камеры, с которыми можно использовать этот хват, это камеры Canon и Nikon. Самое забавное, что это устройство полюбили не сколько левши, а левоглазые. Я имею в виду те, кто визируется не правым, а левым глазом. Просто так удобнее. Ну и видеографы. Хват действительно удобный. Я его тестировал. Так что, Дмитрий, желаю удачи от нашего канала. Пускай все получится. Ссылка на сайт в описании. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно, не скучно. Новостей было достаточно много и разнообразные. Так что, лайк за старание в копилочку. На канал подпишись, нажми колокольчик и посещай наши соцсети и веб-сайт. Кстати, на сайте, повторюсь, скоро появится текстовый обзор Моза Мини-Ми, который я подарю активному комментатору. Так что, комментируйте. Комментируйте, комментируйте и еще раз комментируйте. До встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok